да привет привет ты в каком-то красивом месте ты случайно не в том лесу нет я недавно там был искать но нет там конечно красиво все цветет нет это у нас внутри станицы ленинградская есть такое местечко прям в центре люди сами здесь вычистили все здесь все заросшие было камышом мусором засыпано забита вас а сейчас вот навели порядочек столики поставили люди более-менее поддерживать чистоту так саш ну значит смотри я посчитала вернее не посчитала я заглянула в инстаграм посмотрела дату ну не дату а сколько времени назад было выложено наш с тобой первая встреча когда только-только закончил свой эксперимент с голоданием это было 16 недель назад 16 недель то есть грубо говоря это ну где-то около четырех месяцев 4 получается до 4 месяца чуть больше да то есть уже так приличное время не прошло когда мы с тобой записывали в инстаграме это интервью совместный эфир проводили мы тогда пообещали что вот мы сделаем еще одну встречу да там с продолжением с подробностями всякими но видишь у тебя такая плотная занятость пошла у меня тоже пошла плотная занятость и когда так совпало что и на связь не получалось выходить толком это и у меня я был очень загружен и вы тоже то есть поэтому видишь все идет так как идет вот она эта запись пожалуйста главное главное что вы не говорили когда конкретно вот между прочим пока вот эти вот 4 4 16 недель вот это вот мы там с тобой занимались плотно своими делами я постоянно получала вопросы а как там саша а что но свои да мои подписчицы подписчики они же очень следят за этой темой а что там саша как там саши а когда будет продолжение в общем все очень активно интересуются но не все те кому действительно тема близка они очень интересуются тем как у тебя там дальше все складывается и поэтому вот я и тебя вызвала на эту беседу чтобы позадавать тебе вопросы те которые транслируют они ну и и мне конечно же самой тоже много интересного было бы но наверное прежде чем я начну тебя это пытать вопросами я сразу хочу спросить ты слышал историю про виталия баграновского который скончался во время слышал да да я читал об этом вот знаешь когда когда он когда это случилось я получила такое встревоженное сообщение в директ от одной подписчицы она спрашивает бая а это случайно не саша скончался я говорю нет слава богу говорю слава богу саше все в порядке вы на него подпишитесь вы посмотрите он там вообще весь бодрый здоровый поэтому видишь люди все таки да переживают ну а то что случаются вот такие вот крайности это всегда именно крайности то что человек просто перегнул палку и немножко занесло вот занесло и так ладно значит мой наверное если я правильно понял он был на сухом голодании без воды без еды без ничего вообще да причем там по моему это у него уже как стала такой навязчивые идеи маниакальные он там слишком часто слишком много то есть это тоже бы мы созданы для пищеварения они для голодания вода не это всего лишь как один инструмент которым нужно умело пользоваться значит мой самый первый вопрос и я думаю что это не только мой но и в основном всех людей интересует не случилось ли отката то есть как ты себя сейчас ощущаешь если каких-то ну я имею ввиду отката в плане начал есть как попало пошел вес в обратку начались какие-то опять появились симптомы неприятные вот сейчас нет ли такого ну ем я не то что что попало там и бывает бывает переедай у меня это старая проблема это бывает но не часто слава богу это в основном есть это в компании ля ля то поля и там кит 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 а потом раз так а хватит тормозим вот что-то там прям критически по здоровью все все классно все замечательно я чувствую себя прекрасно вот это самое вот слово откат нет такого нет по весу значит за это время я набрал где-то около восьми килограмм 8 до около восьми где-то так то есть но появился живот потихоньку вот то есть я там много лет был полный животом со всем этом со всеми этими моментами ну и видимо вот просто так взять и за полтора месяца от всего этого избавиться ну не получается не получится точнее возможно и организм сейчас вот я так понимаю что пытается вернуть себя прежнего ну это я так думаю это мои мысли я не знаю прав прав я ли не прав ну что есть то есть да ну а не еды все как бы все обычно ну фастфудом я допустим не балуюсь а если там что-то и употребляю там но это очень редко и в небольших количествах так пища в основном стараюсь здоровую пищу есть зелень обязательно овощи и фрукты жидкость вот но по состоянию все замечательно если сравнить состояние до ухода в голодание и сейчас то это просто небо и земля конечно по эйфории я уже не испытываю какая была в начале выхода вот когда я начал выходить из голодок и начал потихоньку потихоньку употреблять там в пищу овощи там соки и т.д. и т.п. вот тогда у меня было вообще просто у меня у меня был вагон просто энергии какой-то я не знал куда это все девать я хотел делать одновременно и то и то и пятое и десятое вот просто взрыв был огромный в эмоциональном плане в энергетическом плане во всех сейчас ну как бы то ли привык к этому и просто этого не замечаю ну то ли просто это потихоньку потихоньку вот как-то не знаю как правильно сформулировать либо привыкли бы ушло короче говоря вот но тем не менее ну бодрость остается я веду активный образ жизни насколько позволяет время и желание хотела спросить я же наблюдаю за тобой в инстаграм я вижу постоянно stories уже очень давно идет какой-то марафон где вы постоянно там отжимаетесь бегаете кто это кто эти люди это кто организатор и что это за марафон можешь просветить что это да у нас есть команда такой вот комьюнити людей единомышленников мы занимаемся инвестированием в разные направления ну в целом это интернет заработок это это и криптовалютное направление и не только криптовалютное то есть ну зарабатываем этим и в рамках этого комьюнити мой скажем так наставник друг денис предложил запустить марафон у нас был командный зум мы обсудили дела и после этих дел как-то вот ну да давайте замутим вот такой вот марафончик а давайте ну и как то вот так раз раз что-то проговорили на несколько дней забылись а потом дэн у вас выкладывает видеоролик с марафоном и отмечает а меня других ребят погнали сказали слово давай погнали ну и погнали поначалу было как-то немножко даже стрёмно до снимать это все но это вот здесь здесь ну как бы то это знаете так минут на десять было стрёмно а потом где-то в кафешке там с полной поляной вот этого дела и ты да не стрёмно выкладывать отжимание стрёмно ну что за бред ну короче пошло поехало а потом это уже вошло в такой просто вот кайфовый такой момент хочется сделать чтобы это было не просто тупо вот каждый день там или через день вот как я через день публикую чтобы не пересолить скажем так чтобы одно и того же контента не было я чередую делаю каждый день разные места разный подход там где-то такая тренировка где-то другая тренировка там но сейчас вот дабы не растягивать истории что касается марафона так тренировка пару раз укладывал полностью да что я делаю как я делаю там в архиве истории все это есть можно будет посмотреть начинал я с 30 отжиманий на и 20 приседаний и давалось это тяжковато потому что то начало марафона был очень большой перерыв физической нагрузки я не занимался но я рассказывал в том ролике почему потому что состояние было вообще не было и сил ни на что вообще с кровати встал уже устал вот поэтому не было желания ничего делать чем заниматься некими марафонами не собой никем и ничем а теперь все наоборот теперь куча всяких желаний желание мечтаний воплощение этих мечт я не знаю исправили если есть такое слово в русском языке употребляют значит можно ну как то так по состоянию у меня все классно все замечательно единство только что я сейчас наверное ну как как-то немножко приторможу в плане мне не очень нравится то что вес набирается это по-любому и мышечная масса тоже есть присутствует потому что опять же я от мысли убежал начинал я с 30 раз и еле-еле вот а сейчас я в легкую бывает забываюсь там что-то пока отжимаюсь какие-то мысли гоняю 50 и 60 раз то есть ну как бы это так ну легко кстати видно хоть у тебя и они и в ускоренном идут виде эти истории но сразу видно что тебе это легко дается тебе не трудно судьба всему физическая активность такая очень активная активность видно что ты делаешь это легко из соответствии с этим я делаю вывод что действительно внутри все в порядке но кстати о весе вот если тебя там беспокоить что немножко он там как начал ползти да просто мы с тобой давно не общались на тему питания очень давно буквально последний раз про морковку когда это было все еще связано с морковкой там салатиками поэтому я это самое предлагаю тебе просто отдельный разговор между нами тет-а-тет да возможно я увижу какие-то косяки ты мне просто опишешь свое питание бая да вы их много увидите нет я и сам их вижу в принципе но разговор по-любому ну нужно 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 чтобы как-то скорректировать это и придерживаться какого-то ну какого-то определенного рациона то есть чтобы там из крайности в крайность не впадать да сейчас я там там и и жареное там и всякое разное да чтобы раз все это выкинуло хоп чисто на овощи сел чтобы вот такого вот туда-сюда в угол не прыгать дело вообще не в том чтобы что-то резко убрать и перейти на что-то другое дело не в этом вот между прочим очень многие вообще недооценивают роль мелочей питания допустим последовательность как как я какую еду за какой вот многие этого не знают не понимают что это тоже важно на состоянии ну и веса там и всего поэтому такие книжечки нивантики которые я я точно их знаю поэтому за мной остается силе вот это предложение для тебя небольшая коррекция но это мы с тобой тогда потом обсудим обязательно обязательно мне это нужно вот и чтобы ну почему я вот хочу тебе да чтобы мы с тобой проработали твое питание потому что если попрет и дальше до вес ты опять пойдешь на какие-то крайние меры на голодание хотя на самом деле не обязательно уходить на голодание можно корректировать все более щедящее вот ну вот кстати раз уж да заговорили у тебя вообще в мыслях есть повторять пока нет тут видишь как конечно дело хорошее но мне-то больше нравится подход знаешь какой такой безопасный в плане там раз в недельку на голоде вот так ну или какими-то короткими забегами очень длинным у тебя я знаю там же причины были совсем не в похудании то есть лишний вес он он как он мешал да не лишний вес был цель там совсем другая цель была и это было вы правильно сказали это было действительно крайняя мера другого выхода из ситуации я просто не видел пихать в себя таблетки лекарства тоннами которые вряд ли помогли мне в тот момент либо вот единственный выход был такой вот я рискнул решил воспользоваться этим вариантом и ни капли об этом не жалею вообще вот что поменяла после этого поменялось много чего вот как как бы это сейчас там громко пафосно не звучало но после после этого этапа прям у меня очень много изменений в жизни произошло и в плане мышления и и личной жизни и финансовой части да очень много изменений и нет ни одного в худшую сторону все только в лучшую сторону вот это как раз был мой следующий вопрос да ты его немножко опередил то есть да я хотел как раз спросить то есть говорят что мировоззрение действительно очень меняется после того как человек переживает вот такие вот перезагрузки мощнейшие перезагрузки то очень меняется вообще восприятие жизни отношения к жизни даже философия жизненно меняется вот я как раз хотела спросить что да и ты подтверждаешь действительно очень большие изменения на ментальном на духовном здесь да 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 ну может быть ты немножко предпоишь занавес своей личной жизни ну просто спрашивают люди у нас же люди любопытны немножко про девушку немножко про работу потому что я вижу там ребенок и там какая-то симпатичная девушка вот можно чуть-чуть что про работу про семейную жизнь собираешь ли ты жениться конечно конечно ну давайте хорошо про работу про работу не столько работа сколько наверное вот направление направление которое наверное приносит доход я просто даже не могу это работой назвать вот работал я вообще больше половины своей сознательной жизни и постоянно постоянно меня это немножко как напрягало что я отдаю свое время за весьма скромную плату и я не видел другого выхода из ситуации вот как как пробовал что-то свое начать это вот тринадцатый пятнадцатый семнадцатый когда там и ремонтом автомобилей заниматься и пинтболом занимался и магазин электронных сигарет прибыл то есть в разные направления пробовал там 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 на дядю много работал вот а потом просто я пришел к тому что надо пробовать что-то новое да если хочешь жить так как ты никогда не жил начинать делать то что никогда не делал и я начал пробовать себя в инвестировании в инвестировании я начал изучать крипто рынок многие до сих пор изображение я да мне поздно мне звонок поступил я отклонил его но возможно сейчас еще раз да еще раз еще раз не могу я сейчас разговаривать так а ну да плане вот занятости ну ну и пока пока мы используем опять же это все в интернете происходит мы используем различные платформы для заработка у нас есть небольшая команда ну как каких-то мерках она небольшая каких-то большая но дело не в этом есть определенная комьюнити людей единомышленников где мы мониторим обсуждаем решаем там допустим какую компанию инвестировать какую не инвестировать ну и эти инвестиции собственно приносят свои плоды ну либо же нет потому что ну как бы инвестиция дело рискованно как это любая любая инвестиция в нашей жизни это борьба страха и жадности вот золотую середину в этом уловить достаточно тяжело разный опыт и не очень хороший хороший там первая инвестиция моя это было 2014 год я тогда еще ничего вообще в принципе в этом не понимал разумеется я думал что я самый умный ну и короче говоря думал что я сейчас быстренько деньжат заработаю но получилось все наоборот ничего легкой там небольшая депрессия была нику все не полезу не пойду зачем я полез и так далее и тому подобное но потом осмыслил что нужно прежде чем куда-то идти нужно сперва вопрос изучить что это такое и надо ли мне это вообще точно так же как ты шел в голодание правильно да да голодание я тоже практиковал с семнадцатого наверно года но там сутки двое-трое максимум я четверо суток давайте я туда закончу сейчас ну вот короче по занятости моей моей вот в принципе все вот в данный момент да мы занимаемся инвестированием в разные направления это и проекты в интернете разные и криптовалютный рынок наблюдаем за полотильностью валют зарабатываем на этом и на волатильности на проценте там в некоторых моментах а так вообще я в принципе ну не в плане именно работы традиционной работы до 8 стал я как бы не работаю и честно говоря пока есть возможность этого не делать я этого делать не буду если уж придется ну ну придется жизнь такая штука сегодня так а завтра все по-другому пока ты имеешь доход именно вот с этой деятельности да да это но это основной источник дохода на который мы живем потому что новую катя занимается вот воспитанием насти тоже я как бы я не хочу чтобы она ходила куда-то на работу до тех пор пока возможность такая будет чтобы не я не она не были привязаны к какому-то месту или какой-то организации которая не нам принадлежит скажем так я смотрю вы много путешествуете у вас то из одного места репортаж другого вы ездите куда-то путешествуете да стараемся стараемся ну вот и ну скажем так и рабочие командировки были это вот или джейкс очень там как раз таки по вот этим моментом связанным с моей деятельностью сейчас желание повидать повидать близлежащие красивые интересы и не только близлежащие сейчас планируем когда конкретно не знаю но в ближайшее время и когда у тебя свадьба ну конкретную дату мы пока не назначали когда именно ну планируем в этом здорово здорово я очень рада что все вот так как-то идет так как по правильному все идет по правильному да 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 вот и но самое-то конечно главное то что меня радует это то что ты избавился от проблем со здоровьем которые у тебя были до того как ты вошел вот это я прям помню как ты все описывает твои боли эти твои там животом это высыпание вот эти на коже блин думаю парень вот такие гнойники на затылке на спине боже мой отврат сейчас можно вспомнить об этом и посмеяться тогда было вообще не до смеха но если что я хочу тебя немножко предусмотреть как доктор натуропатии и как человек который видит разные истории я же постоянно общаюсь с разными людьми и клиенты и рассказывают свои разные истории просто хочу тебя немножечко ну чуть-чуть как наста но как сказать не то чтобы оставить но но предупредить говорите как есть просто когда люди опьянены вот своим своей победой успехом над собой да даже что говорить я даже сама испытывала это есть такой момент наступает когда ты чуть-чуть расслабляешься отпускаешь и боже а я здоровый мне можно это можно то типа там мороженое пирожное а фигня ничего вот это вот когда ты начинаешь вот так вот себя вольготно вести и позволяешь себе больше чем позволял раньше ну раньше я имею ввиду вот когда уже ты выбрался думаешь а фигня там а шаурма там пирожок тын-тын-тын-тын оно начинает оно как бы копится копится а потом бабах и она вылезает либо в виде опять какого-то там живота либо какой-то там проблемы со здоровьем либо начинается знаешь какая-то усталость и люди говорят блин да чё такое я вот утром встал да я уже устал вот оно очень такое коварное состояние она может вдруг бабах накрыть и человек не понимает блин что такое я был здоровый вдруг я это поэтому надо всегда бдить это просто вот мое единственное пожелание просто сама тоже наступала на эти грабли а вес 55 килограмм ну ничего там блинчик лишний съем ну вот так было такое этот блинчик аукается очень быстро поэтому все время приходится руку на пульс и руку на пульс и так что не расслабляйся если уж пошел по этому пути то конечно же вот эти все соблазны которые не являются естественной едой всей мухой с сахаром и все эти это не естественные продукты которых сейчас дофига конечно избегая и дальше и лучше к ним не возвращаться стоит только чуть-чуть до их принять свою жизнь они тут же заполоняют все пространство и потом от них избавиться бывает трудно вот почему я начала свой этот разговор наш про откат потому что я вижу как откатываются люди и как они потом кусают локти что а зачем на саночка ну вывод как воду смотрите да в плане вот этих продуктов если я скажу что да нет вы что я не употребляю я совру нет нет бывает да бывает и шаурма проскакивает бывает там мороженок мороженка буквально вчера было допустим опять же не часто но есть есть и сейчас вот я как раз таки вот буквально вчера я поймал себя на мысли о том что я что-то я подрасслабился прям в плане питания и то и все там в кафешку пошли там поели там того сего там еще где-то перехватили перекусили где-то в дороге там ну бывает бывает слава ну как бы не злоупотребляю но бывает у меня есть такая знаете как ну не проблема может может и проблемка а нет ситуация которую нужно изменить это в плане размера порции вот этот момент он был со мной сколько я себя помню то есть это либо из детства еще что вот ешь вот тебе тареляка либо оттуда еще до сих пор сидит где-то тут либо я я не могу себя настроить на то чтобы есть по чуть-чуть если я сажусь это раз два три того сего то есть изобилие скажем так продуктов здоровых не здорово и овощи и не овощи и там курочка в духовочке там или еще что-то так то есть ну присутствует это в моем питании да это так этот факт ну вот вы правильно сказали надо как-то держать себя в руках и тут знаешь саша тут даже дело не в том чтобы прямо урезать себя там до спичечного коробка просто дело в том что ты молодой молодой мужчина и тебе действительно требуется достаточно много еды тут дело просто в том что надо ее уменьшать просто по чуть-чуть просто контролировать себя и уменьшать по чуть-чуть то есть есть предположим не большой таз а средний таз то есть не надо от большого таза сразу переходить к маленькой пиалочки просто понемножечку аккуратненько желудок будет уменьшаться в размерах вот и у тебя уже просто не полезен просто не полезен большая порция это дело времени и дело работы с желудком то есть желудок эта мышца которую просто либо можно либо растягивать либо сокращать просто аккуратненько сокращать вот ну хорошо значит за мной остается в силе мое предложение насчет разговора про питание с тобой и сейчас в заключении нашего разговора вот сейчас на моем канале 79 тысяч подписчиков и я бы хотелось чтобы ты обратился к ним с чем-то не знаю что бы ты хотел с людям сказать от себя ну ну как наставление давать какие-то кому-то конечно обращение к людям обращение да я не знаю даже даже видите наверно так как вот как желает ваша душа наверно ваше тело в принципе следите за собой не повторяйте наверно моего опыта в плане вот загона себя в состояние из которого выход потом из этого состояния является такими прям вот карди радикальными методами да следите за своим здоровьем поддерживайте его тело оно подсказывает что нам нужно что нам не нужно всякими разными способами этими же высыпаниями там да где-то мы что-то съели не только то высыпало то там покраснение какие-то то еще ну то есть разными способами да или либо же внутри какой-то вот любой как как говорится любая боль это сигнал любой либо дискомфорт какой-то внутри это сигнал о том что что-то где-то не так вот надо научиться слушать свое тело что нам говорит это тяжело но это может для кого-то это просто но я до сих пор вот наблюдая за собой и замечаю некоторые вещи какие-то я не до конца понимаю что что нужно сделать что это чем говорит мне дело это вот как видео я рассказывал насчет соли да если помните когда организм требовал соли когда она мне снилась и я просыпаюсь облизывая губы я чувствую что они соленые хотя я уже на протяжении больше трех недель я кроме воды обычной ничего не пил как у меня губы могут быть соленым это продолжалось до тех пор пока я все-таки не закинул кристаллик соли не рассосал его и все все то есть ему в виде организму она там соль нужно в любом случае вот таким образом он требовал поэтому слушайте учитесь слушать свое тело вот и она вас никогда не обманет вот это вот это вот точно никогда не обманет супер это прям как раз та самая фраза с которой я все время заканчиваю свои беседы с моими клиентами слушайте свое тело и прямо вот как доктор энтеропатии данный момент классно все замечательно отлично саша спасибо тебе за беседу я под видео дам твои контакты да с твоего потому что люди интересуются судьбой вот таких товарищей как ты которые вот что-то там делают для себя да не просто сидят на диване тупо и ждут пока там их накроет совсем или там сидят пилюлями нравится а именно которые делают что-то я даю твои контакты и каждый кто заинтересуется твоей судьбой может быть захочет познакомиться пообщаться или что-то узнать еще более больше чем про здоровье может кого-то твоя работа заинтересует твоя деятельность почему нет сейчас это очень постребованное направление вот так что только за инстаграме много чего я выкладываю там и из как раз таки из нашей личной жизни и по плане работы я делюсь информацией вообще в принципе ну мне вот мне доставляет удовольствие делиться с людьми тем что я знаю допустим каким-то образом помогать чему-то вот обучать кого только-только входит в это направление для кого это вообще в принципе заработок это не только заработок да и вообще я короче говоря открыт для диалога так что подписывайтесь на инстаграм добавляйтесь и может быть даже это наши не последние встречи возможно еще будут встречи да и какие-то новые темы обсудим без проблем вообще я только за спасибо саш и привет твоим девушкам девочка да успехов тебе в твоей деятельности спасибо здоровья и держи руку на пульсе все рад был вас видеть павел всего доброго пока до свидания